Верно первое я решил подготовить максимально большие детали, то есть вот эти три поперечины. Сейчас мы подготовим, длина у них полтора метра. Какие-то моменты я буду опускать, какие-то моменты, возможно, немного буду видоизменять, так как материал не всегда у меня есть подходящий. Поэтому сейчас приступим, я думаю, что комментировать здесь бессмысленно, будет подготовка материала. Я подготовил два вот таких бруска. Я отошел от размеров, так как говорил, что буду отходить и располагать чисто своим материалом. 140 см на 11 см и один поменьше. 140 см на 9 см. Сейчас еще раз подровняю все и будем переходить непосредственно к сборке боковина. Мы получили вот такую первую ножку фигурную. Примерно как на чертеже я решил сделать немного по-своему, все равно все. Сейчас мы это скопируем на вторую. И можно сказать, что первое, передние ноги, так сказать, готовы. Обе передние ножки готовы. Мы их убираем в сторону. Теперь займемся задними. Нам нужно отпилить 95 см. Теперь нужно придать форму небольшого изгиба. Получается высота излома у нас 41 см. Вот сейчас отобьем и будем бить небольшой изгиб. Сейчас нарисуем. Сделаем первую тестовую, так сказать, лекало по ширине такой же, как и передние ножки. Следующий день я пришел, чтобы сделать вот эти вот три части. Сейчас сделаем и уже в целом будем собирать каждую из боковинок. Та же самая здесь. В целом готово. Сейчас сделаем так же с другими получается. с верхней частью. В целом весь материал готов. То есть у нас есть задние высокие ножки, три перекладины. Перекладина верхняя, перекладина нижняя и передние ножки. Сейчас я попытаюсь, по крайней мере, хотя бы немного построгать. Потому что, допустим, вот эти кривые линии я пилил на ленточной пиле. И, сами понимаете, качество пиления немного хуже, чем на дисковой пиле. Есть волна. Вот. Ну и просто, чтобы счистить какие-то шероховатости. А далее я закреплю фрезер на небольшой пластине и просто пройду, скрублю углы конусной фрезой, чтобы завалить углы, чтобы они не были такими вот. Как я сказал, сейчас буду равнять заготовки, потому что есть небольшие волны. я пройдусь буквально рубанком с направляющей там чуть меньше 0,5. Есть, конечно, некоторые моменты, нюансы, которые пройти рубанком не получится. Это вот изгиб здесь, перелом этот. Но я немного это просто пошлифую вручную, либо же уже машинкой. Ну а теперь, когда уже сделал непосредственно грань на ножках, нужно заняться тем, чтобы просто обойти все острые углы и сделать им кромку на фрезе. Мы получаем вот такую вот деталь, обработанную. Да, в любом случае мне ее еще придется шкурить, естественно, без базара нет. Но вот такие уже красивые кромки. Я сейчас сделаю полностью весь материал. Я, наконец, закончил. Изготовление кромки на всех деталях. И сейчас будем пробовать тестово собирать. Время сейчас нанести разметку, расположение именно между этих перекладин. А затем уже будем пробовать высверливать и крепить хотя бы по одному шканту вот здесь. Ну вот здесь придется два лепить. Сейчас сделаем разметку. Как это будет? Сделал разметку, как только мог. Сейчас вот эти длинные части будем сверлить с помощью вот такого устройства. А вот мелкие уже просто как получилось, так разметим. Сделал глубину сверла, подобрал шканты. Ну и так же клеить, соответственно. Сначала все просверлим, а затем уже будем отталкиваться от того, что есть. Ну, будем надеяться. Вот здесь два закрепил. Посмотрим, насколько это будет ровно. Если у нас первое не получится собрать наш шканты, то я вторую, наверное, плюну и соберу на саморезы. Вторую часть я имею ввиду. Так же рассверливаем сами ножки. Приступаем к сборке. Есть, конечно, небольшие погрешности, но я думаю, что все-таки это не особо критично, и мы это пережим. Сейчас принесу вторую. Ну, в целом, первый блинком он готов. Сейчас пока немного его еще поковыряем, потому что, так сказать, по чинам меня, ибо это мой первый элемент мебели. Наш контакт. До этого я боялся не применять. Прошли сутки, я склеил рамку боковинок. Сделал это правильно, как это нужно было почерпать. Ибо изначально я склеил все не так, как тут уже было. Вот таким вот образом это выглядит. А так же изготовил подручники вот такой вот странной формы с небольшим изгибом. Я не стал это показывать, потому что это на самом деле довольно муторный процесс был выпиливания на ленточной пиле, потом шлифовки и тому подобное. Сначала сделал одну, потом уже поликалу вторую. И сейчас мы это дальше будем крепить. Соответственно, непосредственно боковинки. А затем уже будем собирать каркас двух боковинок. Я думаю, что показывать прям каждую отдельно не имеет смысла. Покажу только, как сделаю. Первую будет это все крепиться вот таким вот образом. Здесь нужно сделать небольшой запил косой и будет крепиться на шканты. Подпилил, решил проблему кардинально, подпилил непосредственно переднюю ножку и получается у нас вот так это будет выглядеть. Сейчас соединим по одному шканту здесь и здесь. Сначала я хотел плюнуть и сделать все на саморезах, но потом решил, что все-таки доделаем ее полностью на шкантах. Я не удержал, все-таки решил показать. Надеюсь, что будет ровно. По крайней мере, старался. Отверстие есть. И сейчас нужно каким-то вот таким вот макаром хотя бы попробовать. Оденется ли? Вроде как одевается, поэтому заливаем клеем и пробуем. Получилось, черт возьми, готово. Вот здесь, конечно, есть момент. Вот эта часть изделия у нас толще, чем рукоятка, но я думаю, это не проблема. Теперь нужно поджать каким-то образом здесь одной струбциной, а тут, возможно, другой. И уже можно будет сделать также вторую и соединять непосредственно уже в раму. Вернемся позже. Наши половинки готовы. Сейчас я уберу стол и уже будем собирать непосредственно с перемычками. Вот это будет опираться довольно сложная и я все-таки хочу доделать все на шкантах. Любанность шканты и моя точность, она, ну, вот такая. Поэтому будем сейчас смотреть и думать, как сделать лучше. Ну, я собрал две поперечины получаются у нас. Вот так это все выглядит. Единственное, что я схитрил переднюю я собрал, переднюю поперечину я все-таки поставил на два шканта по две штуки и добавил вот такой вот уголок для жесткости. Эту же я заднюю часть вообще на уголки посадил. Этот уголок у меня останется, а вот этот будет убираться. Там сейчас залито все клеем. Позже я его уберу, как подсохнет клей. Продольного качения нет. На таком объеме его практически не видно, но есть небольшое скручивание. То есть, если приподнимать, добавлю планку посредине, придастся жесткости. Ну, а завтра, как подсохнет клей, соберем уже спинку, нарежем рейчик на саму спинку, вставим и так же будет сидушка заполняться. Само по себе, может быть, лавка получается не шибкая под наклоном, то есть, особо на ней лежать, так сказать, сидеть и отдыхать неудобно будет, возможно. Она более такая а-ля католический стиль средневековья и тому подобное, но, допустим, очень интересно собрать первую такую для себя лавку. Покрывать мы еще пока не знаем, чем будем, потому что очень много всяких агрехов, все-таки это вторичный, получается, вторичная древесина. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует...